Поскольку я второй раз принимаю участие как член жюри, то, в общем, мне все это в динамике видно. И какие-то уже тенденции складываются, возможно, даже традиции. Вот первое, на что обратили внимание все присутствующие, это то, что подрос уровень работ. Я с ними согласился, но только отчасти, потому что, мне кажется, что касается белорусских работ, то они в прошлом году были сильнее. Понимаете, у них было несколько ярких индивидуальностей. Вот общий уровень подрос, а такого рода индивидуальности не стало. И народ какой-то пришел очень конкурсный, он нос по ветру держит и начинает в формате конкурсного работы. То есть беспроигрышная тема, беспроигрышный стиль, ничего рискованного за рамки не выходит. А тогда народ как-то позволял себе такие, знаете, крайности, ну в хорошем смысле крайности художественные. Вот это мне немножко не хватило. Но вот меня удивляет, все-таки вот люди-то молодые, да, скажем, вот он берет тему войны. Вот ему это должно быть интересно, ты же как-то должен зажигаться от этого всего. То есть вот это уже большая традиция, ты в какой-то традиции об этом пишешь. Традиция не угасает, вот это мне тоже очень понравилось. И, значит, еще что. Вот в прошлый раз, да, Мост Дружбы, вот я хотел, кстати, об этом сказать, вот немножечко забыл. Было очень много работ, ну, например, вот скажем, о Минске. Мост Дружбы, Москва, Минск, Беларусь, Россия. Вот он удивительно, в Минск схвачен как какой-то европейский город, Москва, Минск какие-то могут быть параллели. Удивительное дело, вот ты здесь находишь вот этот самый Мост Дружбы. Вот в этот раз таких работ, мне кажется, не было. Вот так бы я ответил на этот вопрос. А вот в целом, как вы оцениваете значение этого конкурса для развития литературы в Беларуси и России? Честно сказать, конкурс правильный, хороший, такой парадный. Но вот для меня, например, большой вопрос, насколько он престижен для самих участников. Вот я, честно сказать, не знаю. Вот интересно было бы соцопрос какой-то такой провести. То, что отчасти это такая путевочка, но не путевка в жизни и даже не путевка в литературе. В общем, это шанс такой, да, или там полушанс есть. То есть, смотря кто, как этим распорядиться, так сказать. Вот в прошлом году победителем этого конкурса, лауреатом одного, стал мой сын. Так уж получилось. Ну, вы же сами видите, что подтасовать ничего невозможно. И вот так сложилось, баллы набрали, так сказать, и все. Вот как он распорядился? Не знаю, он в этом смысле подугас немножко. Он как-то вот перестал писать. Вот одно, второе, даже повесть какая-то потом шла. А потом вот я вижу сейчас, то ли это пауза, то ли что. В общем, он пока вот, знаете, вот перестал писать. Не вцепился, не пошел публикаться сразу, а взял немножко такую паузу. Вот видите, бывает и так. Поэтому мне очень сложно сказать. Но в любом случае, это все зависит от человека. Если ему нужен шанс, это так или иначе шанс. Ну, послушайте, один журнал, второй журнал тебя может опубликовать, да, появляются какие-то такие, ну, связи, в конце концов, творческие связи. Можно в этом направлении думать, работать. Ну, это совершенно немножко такой может быть философский вопрос. Это обсуждалось здесь на заседании. Чего не хватает сегодня литературе? И белорусской, в том числе, мы будем говорить о литературе Союзного государства. Да, я люблю философские вопросы. И, честно сказать, я сам по профессии теоретик литературы, доктор наук, да, я все время, собственно, этим занимаюсь. Вот давайте так, я, ну, не то что бросаюсь в крайность, ну, не буду избегать категоричности. Литературе не хватает литературы. Все-таки литература стала ориентироваться на читателя, а читатель это все-таки предпочитает массовую литературу, массовую культуру. Ему нужно что попроще. Вот такого добра, так сказать, такой продукции, ее достаточно в избытке. Можно говорить о хорошем качестве и плохой литературе. Но вот литература экстракласса, она появляется тогда, когда писатель или там автор, он инфицирован, знаете, какими вещами? Экзист, экзистенциальными вещами. Вот ты родился, и у тебя склонность болеть бытийными вопросами. Быть или не быть. Причем это не для тебя не вопрос, вот сейчас я сяду и включусь вот в эту тему. Нет, ты живешь так, у тебя глаза на эту тему горят или не горят. Вот такого рода народа, который приходит и умеет как-то удивительные слова все это упаковывать, вот этого продукта не стало. Понимаете, он даже если будет, то попробуйте его издать, он как-то никому не нужен. Вот чего мне не хватает. Продолжение следует...